Не зря этот год в нашей стране объявлен годом волонтера, но тогда никто и предположить не мог, что мир охватит коронавирус. Но в этот самый сложный период именно добровольцы сплотились для добрых дел. Здравствуйте. О волонтерском движении в Алматинской области мы поговорим сегодня. У нас в гостях начальник отдела ресурсного центра Алматинской области Ержан Даулетпаев. Давайте начнем с того, как вообще зарождалось волонтерское движение в Алматинской области. На примере тебя. Как ты пришел в это движение? И рад ли ты этому? Вообще в целом волонтерской деятельности я пришел в 2016 году. Это мои студенческие годы были. То есть я больше брал волонтерское направление. Были тимуровцы у нас волонтеры, которые помогали ветеранам Великой Отечественной войны. То есть пенсионерам и так далее. Уборками, продуктами питания, дрова на рубике и так далее. Я же предпочел некое образовательное волонтерство в этой сфере образования и обучал интеллектуальным играм, обучал ораторскому искусству, обучал дебатам молодежь. И это все получается на бесплатной основе. Сам принцип волонтерства, можно сказать. Ездили по ближайшим районам. То есть полностью за свой счет. Главная наша цель была воспитать неких интеллектуалов Алматинской области, которые могли бы защищать честь нашей области. В целом по республике, по стране, за рубежом и так далее. То есть в этом направлении занимались, чисто сам занимался в течение двух лет. С 16 по 18 годы. И за этот период воспитали около 10 чемпионов республиканского масштаба, участников международных турниров дебатных. И около 250 именно воспитали людей, которые научились играть дебат, научились играть брейн-ринг. То есть в этой интеллектуальной сфере. После этого, после образовательной сферы, уже перешли немного к помощи. То, чем занимались тимуровцы. То есть это традиционное волонтерство, можно так назвать его. То, что люди, помощь людям, да, это малобеспеченные, это многодетные семьи, которые нуждаются в этой помощи. Это люди, то есть пристарелые люди наши, пенсионного возраста, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Афганской войны и так далее. То есть в этом направлении начали уже немного менять структуру волонтерств лично в своем опыте. Также это экологическое волонтерство, то есть озеленение, это посадка деревьев, молодых саженцев и так далее. В этой сфере уже работаем с 2016 года. То есть я на личном опыте попробовал несколько направлений волонтерской деятельности. То есть есть какой-то определенный опыт, есть определенный опыт в разных сферах волонтерства, в коммуникации с людьми, в коммуникации с молодежью, да, то есть есть некие такие результаты значительные. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить по телефону 872-82-40-0109. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp Messenger, по которому тоже можете отправить свои вопросы. Мы озвучим их здесь, в студии. Звоните, задавайте свои вопросы. Вот говоришь, сначала готовил дебатеров и так далее, а потом уже перешел вот на такие добрые дела. Я понимаю, это добрые дела, это хорошее дело, не каждый выдерживает. Но скажи, оно тебе надо? Правда? Это вопрос не только мой, многие вопросы такие задают. Интересный вопрос, да. Многие задаются такими вопросами. Для чего это смысл волонтера, зачем ты этим занимаешься, да? Я бы сказал, это призвание, не то, чтобы кто-то тебя обязал этим заниматься, или не то, чтобы за какими-то наградами стремиться как волонтер. Волонтерство – это для меня, лично для меня, что меня к этому привело. Это поделиться своими знаниями, поделиться своим опытом с другими, с другой молодежью, да, которые могли бы также включить свою лепту. Вот изначально, если немного раскрыть в этом аспекте, да, для чего я это занялся. Я сам участвовал в дебатных турнирах, и у меня, к сожалению, не было учителей, тренеров, которым меня воспитали, научили бы играть, и благодаря которым в течение краткого срока я смог бы стать республиканским чемпионом, да, предположим. После этого я обучался, то есть в соцсетях, я изучал в видеохостингах, в Ютубе, смотрел видеоролики различные и так далее. Полностью самообразованием занимался, участвовал, принял участие в нескольких республиканских турнирах и понял то, что в Алматинской области эта сфера очень давно окончилась, эта сфера очень давно, ну, то есть мы утеряли, упустили этот момент в развитии дебатов, в развитии интеллектуальных игр в регионе. И моя цель была обучить полученные мною знания, полученный мною опыт, передать другой молодежи, благодаря которой, допустим, если простым языком говорить, я научу 10 человек дебатам, воспитаю их, хороших дебатеров, республиканских призеров, и эти 10 человек через год начнут каждый из них обучать еще 10 человек, желающих. И то есть за определенный срок, ну, то есть 3-4, может 5 лет, мы уже станем значительно конкурентоспособными, ну, то есть по стране. Сейчас результаты видим, сейчас уже ученики моих учеников обучают по всем регионам нашей области, 17 районов, в трех городах есть дебатные клубы. Сейчас дебаты уже развиты до такого уровня, что не только студенты, не только школьники играют, но и играют госслужащие, играют молодые преподаватели, играют историки, религоведы, допустим, да, к примеру, то есть это уже получил некий обширный вариант, то есть это труды. Вот именно тогда кто-то говорил тебе, например, вот ты вот займись вот этим делом, но тебе никто не будет платить. Или как был разговор? Ну вот есть же, вот мне не осталось, что молодежь сегодня без денег вообще палец за палец не ударит, к примеру. Хочу сказать, что не только молодежь, все люди разные, абсолютно разные. Для кого-то духовные ценности намного важнее, чем материальные, для кого-то иначе. То есть мне никто не говорил заниматься этим, что через несколько лет ты станешь лучшим волонтером. Кстати говоря, в 2018 году я стал номинантом Кэш-Паше на приз Акима области, номинацию лучший волонтер. В 2016 году был номинирован лучший блогер Алматинской области. То есть есть какие-то определенные достижения, и эти достижения меня двигали к тому, чтобы делиться своими знаниями, опытом. То есть как такового призыва заниматься волонтерской деятельностью со стороны иных третьих лиц не было. То есть я это все делал добровольно. Почему? Потому что хотел делиться своими знаниями, хотел делиться своим опытом. Потому что не все мы вечные. То есть сегодня мы, допустим, работаем волонтером, завтра будем, кто знает, в госслужбе может, в бизнес уйдем. И не будет такого времени заниматься этой волонтерской деятельностью, возможно, самому ходить и помогать. И на самом деле видеть состояние людей. То есть это некий такой жизненный опыт, можно сказать. Лично для меня это дало какие-то определенные моральные нормы, воспитало во мне. Которые, я думаю, в моем жизненном навыке пригодятся. Ну, уже, наверное, пригодилось. Пригодилось. Мы об этом продолжим. Давайте я задам вопрос нашего телезрителя. Вы думаете, как можно развивать профессиональные навыки у начинающих волонтеров? Вот до введения чрезвычайного положения, после того, как глава государства объявил год волонтеров, мы подготовили меморандумы. То есть это с полицией, департамент внутренних дел Алматинской области, с департаментом чрезвычайных ситуаций, с департаментом, с облздравом. То есть по вопросу сотрудничества, по вопросу обучения наших волонтеров. Потому что своей волонтерской деятельностью мы сталкивались с различными ситуациями, в поисках пропавших детей, допустим, утонувших детей, то есть чрезвычайное положение при авиакрушении самолета в Толгарском районе. Вот недавно это было. То есть мы столкнулись, увидели такие некоторые аспекты, которые мы должны развивать в волонтерах. То есть они должны знать состояние чрезвычайного ситуации, допустим, чем они должны заниматься. Как они не только, допустим, человек утонул, не дай бог, конечно, но как он должен реагировать на это. То есть эти определенные знания способствуют ему дальнейшей работе в волонтерстве. То есть не просто так пошел и начал что-то делать. То есть для его жизни опасно. То же самое с здравоохранением. Не каждый человек, не каждый молодой человек, даже будем конкретизировать, знает, как помочь человеку, который потерял сознание в толпе. Это может быть давление, это может быть от перегрева от солнца, допустим. Различные ситуации бывают. Как оказать первую помощь. То есть мы такие концепции некие определенные подготовили, подготовили меморандумы. Но сейчас после того, как объявился чрезвычайное положение, мы больше сил сейчас затрачиваем с нашими ресурсами, которые сейчас имеются, в конкретную волонтерскую деятельность, в направлении, чтобы помогать людям. То есть, дай бог, если закончится чрезвычайное положение, мы уже будем дальше структурировано по плану работать и уже будем некую школу создавать волонтерство. Да, свои планы уже хорошие за это время вы разработали. Но в этот период, в сложный период, в период пандемии, во всем мире большая ответственность возложена именно на волонтеров. Когда люди, даже родственники друг к другу перестали ходить, потому что начали переживать, вдруг друг друга заразят и так далее. Именно в этот период большую помощь оказывают волонтеры. Вы не боитесь, к примеру, вот в Талткургане, слава богу, нету коронавируса. Но, несмотря на это, есть весна, всякого рода вирусы и так далее. Но вы активно занимаетесь. У вас очень много ребят вокруг вас, которые смело идут, помогают. Заходят в каждый дом. Как вы? Страха нет? Защитные какие-то меры? Обязательно. То есть обязательно носят маски. Даже у нас во фронт-офисе Мир МДЖИЦУ, который у нас в здании находится, в каждом регионе то же самое. Есть фронт-офисы, где собираются волонтеры. Обязательно режим масок, то есть масочный режим. Никто его не снимает на улице. То же самое. Обязательно, когда идут в дом помогать кому-то, заходят домой, обязательно при себе имеют маски, то есть надеты перчатки резиновые. То есть защищаются антисептиками в этой сфере. То есть меру предосторожности они есть. Вопрос того, что боятся ли или нет, то есть это уже решение каждого из них. Я думаю, если бы человек боялся бы, он не занимался бы волонтерской деятельностью и не ходил бы. Потому что именно в этой сфере никто никого не принуждает. Это добровольное дело. То есть я думаю... Вот сколько в Мир МДЖИЦУ, в вашем фронт-офисе, ребят таких, альтруистов? Да. У нас по области вообще на сегодняшний день, по последним почетным данным, 2033 волонтера зарегистрировано, которые работают. Из них в области около 300 волонтеров в разных сферах. Есть автоволонтеры, где-то около 40 автоволонтеров у нас, которые своим личным автотранспортом, со свои средства помогают нам доставить продукты и обратно. Есть такси, тоже, которые занимаются волонтерством. Они нам предоставляют квоту, допустим, на 150 вызовов. И то есть мы благодаря ним делаем какую-то абсолютную, определенную развозку по домам и так далее, нуждающимся. Вообще в целом по региону работает столько волонтеров. 2033 волонтера. За сегодняшний день мы помогли 9500 семьям продуктовыми корзинами, лекарствами, антисептиками. И свыше 48 тысяч было масок сшито и рознан бесплатно по всей регионе, по всей области волонтерами. Есть волонтеры, которые нам задают постоянно вопрос, как я могу вам помочь, но я не могу с дома выйти, родители не разрешают или сам боюсь выходить. Определенные люди говорят, чем я могу помочь. Мы говорим, если у вас есть средства, можете на Каспи Голд нам скинуть. Если еще как-то по-другому хотите помочь, то можете, извиняюсь, сшить маски. Мы их заберем, никуда выходить не нужно. Мы их просто приедем к вам, заберем и раздадим бесплатно. То есть если вы сомневаетесь, то фотоотчет, видеоотчет без проблем всем предоставляется. Здесь особо затруднений нет. Есть вот звонок, смс по WhatsApp пришло. Как не выгореть после первого добровольческого дела? Как не выгореть? Как не выгореть? Ну, это, видимо, опытный доброволец пишет, который столкнулся. Вообще были такие случаи, когда сталкиваетесь со сложностями? Сложности не в любом деле бывают. Главное это стержень. Главное это всегда помнить, для чего ты этим занялся и почему ты это делаешь. Потому что бывают люди, которые идут один раз, два раза, помогают, видят слезы людей, которые плачут, просят помощи и так далее. И они уже, некоторые психологически не готовы дальше продолжать такую деятельность. Есть люди, которые, видя это, наоборот, мотивируются дальше заниматься этой деятельностью. Как не сломаться, я думаю, каждый должен помнить, для чего он это делает. То есть у каждого человека есть свои побуждения, есть свои какие-то определенные нормы, морали, не знаю, для кого как. Но каждый сам для себя делает определенные выводы и начинает шаг вперед. То есть в шаг вперед именно в сфере волонтерства каждый, я думаю, делает осознанно, а не для того, чтобы перед кем-то похвастаться или получить какие-то награды и так далее. Но здесь вот именно во время пандемии, я понимаю, в такие обычные дни можно продолжать эту работу. А вот именно в пандемию люди очень осторожны, они озлоблены, поскольку они находятся 24 часа в сутки дома и не выходят на улицу. Это тоже своего рода стресс. И в такой момент приходите вы со своей помощью и с добрыми намерениями. Но однако эти люди должны высказаться обиду, например, на кого-то, вообще на всю эту ситуацию. И первый удар получаете вы. Такие случаи были и как вот из этого выходите? Вы знаете, у нас работает колл-центр 404-404. Люди туда звонят и просят помощи. Кто-то продуктовую корзину. То есть есть 4 колл-центра, перенаправляют которые друг к другу. Это в сфере образования, это в сфере здравоохранения, какие-то вопросы возникают. Это в сфере социальный выплат, 42,5 тысячи, которые выдаются со стороны государства. И это помощь от волонтеров. Многие, когда нам звонят, они говорят, вот оставляй заявку. У нас свыше 3 тысяч заявок поступило на сегодняшний день за весь период. Из них люди задают вопросы. Можете мне помочь? Я вот, например, многодетная мать. Я не работаю, не получаю АСП. Мне нужно как-то содержать семью. У меня никаких доходов нет. Можете помочь? Хорошо, мы это все регистрируем. Берем номер, берем адрес. И отправляем своих волонтеров на проверку. Потому что мы сталкивались с такими случаями, когда люди живут, в принципе, зажиточно, живут в коттеджах, живут не то что, ну хотя не коттедж, но хорошие дома, есть автомобили, но при этом просят помощи. Люди, многие думают, что вот именно эту работу мы берем гуманитарную помощь со стороны государства. Но на самом деле мы эти продукты берем со стороны спонсоров. То есть есть спонсоры, которые приходят и инициативно выделяют свои средства, выделяют свое время, выделяют свои продукты. Есть люди, бывают случаи, когда мы сами их ищем. Бывают случаи, когда мы ходим по кафешкам, по ресторанам, по рестораторам, к примеру, в автосалоны, в разные бизнес-структуры и просим помочь двум семьям, трем семьям. То есть это все делается благодаря спонсорских средств. То есть мы объясняем, некоторые люди говорят, например, ситуация из жизни, которая была у нас. Спрашиваем, нормально состояние живут, но просят помощь. Мы говорим, почему позвонили или вы действительно нуждаетесь? Ну, по виду не нуждается. Они говорят, ну, просто соседи позвонили, мы тоже позвонили. Мы говорим, начинаем им объяснять. То есть, да, люди, ну, сейчас молодежь импульсивная, молодежь немного, если кто-то начинает ругаться, начинает хмуриться, начинает тоже показывать свой характер. Но в этом случае мы подготавливаем волонтеров, то, что нельзя идти на конфликты, нужно все объяснять. Если человек понимает, он понимает. Если нет, главное, чтобы вы ему объяснили всю ситуацию, а дальше он пусть делает сам выводы, потому что мы никак не можем повлиять на его мировоззрение. Мы можем только объяснить всю ситуацию, всю серьезность ситуации и все. То есть наши ребята не было такого, чтобы шли на конфликты. Таких случаев не было у нас, к счастью, и, думаю, не будет таких случаев. Мы полностью реагируем, обрабатываем информацию. После того, если они нуждаются действительно, наши ребята уже с помощью средств, которые предоставили спонсоры, закупаются, с помощью автоволонтеров везут, предоставляют и все. То есть на этом заканчивается и дальше. Понятно. Еще один вопрос давайте задам. Есть ли взрослые волонтеры от 30 лет и старше? Волонтеры есть. Автоволонтеры, как говорили уже, за 30 кому тоже занимаются волонтерской деятельностью. Очень хорошо занимаются волонтерской деятельностью у нас в очагах заражения. Это близлежащие алматинские регионы. То есть имбирш-казахский район, Толгарский район, Карасайский район, Джамбульский, Ильийский район. Очень хорошо работают в этой сфере. И туда вовлечены волонтерскую деятельность не только молодежь, но и все. Есть корпоративные волонтерства, есть автоволонтерства. То есть на какие-то определенные возрастные ограничения мы не смотрим. То есть есть люди даже пенсионного возраста, которые занимаются волонтерством. Скажите, вот есть организованное волонтерство, то что я, вот мы с вами рассказываем, есть стихийное волонтерство, однодневное волонтерство, например. Часто такое мероприятие вы проводите, какие-то акции, может быть, какую-то помощь. И вообще, вы сейчас говорили о спонсорах, к примеру, где находите таких спонсоров? Спонсоров находим в соцсетях. Имеются у нас, допустим, спонсоры, с которыми мы уже не первый год работаем. Это различные бизнес-структуры. Привлекаем государственных служащих к волонтерству, к спонсорству. То есть любой человек может себе позволить помочь одной семье. Ну или двум семьям. Я так считаю, что каждый из нас может это сделать. В принципе, не обязательно миллионы тратить на это. Можно на 10-15 тысяч купить продукты и кому-то помочь. То есть это, в принципе, естественно, нормальные вещи. Ищем через соцсети, которые сейчас очень популярны, Инстаграм. То есть все бизнес-структуры, все малые, средние бизнес там находятся. Есть различные бутики, есть различные сферы образования, допустим, которые могут... Частные интеллектуальные школы, языковые школы, которые могут, в принципе, предоставить волонтерскую деятельность. Мы их тоже привлекаем к этому. Привлекаем службы такси, которые у нас в городе работают. Они тоже нам помогают. То есть некий у нас определенный есть круг спонсоров, который нам постоянно помогает, когда мы их просим помощи. И сейчас мы налаживаем уже новые контакты. Бывали у нас спонсоры, которые приезжают, предприниматели из других городов, то есть с ближайших районов, допустим, салматинских регионов, крупные предприниматели, которые приезжают сюда и помогают 15-27 и обратно уезжают. Без афиширования средств массовой информации. То есть кто-то хочет афишироваться, кто-то не хочет, кто-то говорит, давайте, мы просто поможем, уйдем. Ну а сейчас во время УРАЗы, наверное, их стало еще больше. Ну и вам, наверное, добавилась работа. Здесь вот как раз вы говорите, вот однодневные акции. Сейчас мы вот запустили во время месяца Рамадан, во время УРАЗы. То есть люди сейчас не могут пойти мечеть, никто не может сделать аузашар, собрать людей, нуждающихся, сделать аузашар. В этом случае мы сейчас открыли во фронт-офисе одно направление из волонтерской деятельности. Мы договорились с кафешками, мы находим спонсоров и ежедневно мы предоставляем продукты. То есть это рис, это вода, это лепешка и так далее, салаты. Один комплект на одного человека. То есть это у нас 50 человек в день мы обслуживаем. То есть кафешка нам готовит определенную, есть договоренность. Мы предоставляем средства спонсорские, деньги переводим туда, по скидке нам делают. И мы с помощью автоволонтеров это все развозим. После обеда начинаем развозить. И таким образом те, кто хочет сделать аузашар, могут в принципе с нами связаться. Мы можем с ними совместно, если они готовы. Если кто-то не хочет афишироваться, они могут просто средства перевести. И мы получается по чекам, по видео, фотоотчетам все предоставляем спонсорам. Скажите, список нуждающихся где берете? Или это вот по звонку? Да, список нуждающихся. В начале года у нас не было колл-центра, когда год волонтеров только начинался. И мы брали эти списки в центре занятости населения, брали в партии, брали в акимате. И ходили, помогали. После того, как объявили режим чрезвычайного положения, мы открыли свой колл-центр. Как я уже выше говорил, по четырем направлениям. И ввиду этого колл-центра на сегодняшний день свыше 4000 заявок поступило именно в наш колл-центр. А у нас есть, к сведению, в 17 районах, в трех городах имеются отдельные колл-центры. То есть каждый район звонит своему колл-центру. У нас централизованы по области, и свыше 3000 заявок поступило. То есть мы по этому списку все обновляем. То есть список приходит, мы берем в день 20-30 семей, по этому списку объезжаем по городу с помощью автоволонтеров. И действительно выявляем, кто нуждается в помощи, а кто не нуждается. Как уже говорилось, просто позвонили, потому что их соседи позвонили. Или хотели получить какую-то выгоду или помощь. Хотя, в принципе, ни в чем не нуждается. Делим списки и уже определенно помогаем тому классу, который действительно требуется. Действительно живут в сложных ситуациях, которым действительно нужна помощь. Мы эти списки формируем и в порядке очереди возим им продукты. А вот такого не бывает, например, вот столкнулись с одной проблемой, столкнулись с другой проблемой. И пришел парень, сказал, все, я больше не буду заниматься. Это вот такое неблагодарное дело. Такого не случалось. Значит, вокруг вас все ребята... К счастью, к счастью. Именно те и пришли, наверное. Да, те, кто нуждают. Ну, те, кто хотят помогать. То есть, как уже говорил, люди, которые готовы помогать в чрезвычайном положении, в такой ситуации, действительно выявляются те волонтеры, которые хотят помогать. Те волонтеры, которые действительно целенаправленно, осознанно пришли в эту деятельность. То есть, волонтерством нужно заниматься именно в такие сложные ситуации, а не в тихое мирное время, когда все хорошо. И, в принципе, ты пришел, помог, потом ушел, пропал на несколько месяцев и так далее. То есть, это уже некие одноразовые, наверное, волонтерства. В данном случае, в данной ситуации, я думаю, каждый волонтер, который работает вместе с нами, это тот волонтер, который на самом деле целесообразно, осознанно пришел в эту деятельность. И поэтому мы с такими ситуациями не сталкивались, к счастью. Мы хотим завершить нашу программу, но прежде, пожалуйста, скажите свои пожелания нашим телезрителям. Хотелось бы, пользуясь случаем, если вы не против, рассказать еще одно направление. Сейчас только открывается оно к сведению наших зрителей, чтобы они были в курсе этого. Мы сейчас по соцсетям афишируем это. Сейчас у нас есть договоренность с центрами занятости. Мы предоставляем за волонтерскую деятельность денежную выплату. То есть, люди, которые без работы... Они могут даже заработать. Они даже могут заработать за счет этого. То есть, примерно, ну, вкратце объясню, как это работает. Они берут свое удостоверение личности, берут копию диплома. Если они, допустим, желательно не работающие, не получавшие, не платившие единую социальную выплату на 42,5 тысячи. Это люди, которые не имеют официальной занятости. Люди, у которых нет банковских задолженностей. И люди, которые не имеют форму собственности индивидуальный предприниматель, товарищество, ограниченная ответственность, крестьянское хозяйство и так далее. То есть, никаких бизнес-структур не задействованы. То они могут заниматься волонтерской деятельностью, сделать то же самое, что и мы. Только за это ежемесячно получать от полтора до двух МЗП. Мечный расчетных хозяйств. Ну и студенты, это могут тоже. Студенты, да, заочная форма обучения. Ученикам, к сожалению, нельзя. Заочная форма обучения. То есть, у них зарплата будет от 60 до 85 тысяч тенге за ту работу, которую они будут проделать. То есть, волонтерскую деятельность. Хотелось бы призвать людей, чтобы они больше подавали заявок. Это хорошая возможность. Ну, они активно включились и в работу волонтерства. Мы вас благодарим за вот такой основательно хороший рассказ про волонтерское движение в Алматинской области. Спасибо. Дорогие телезрители, мы с вами встретимся завтра в 16.00. Оставайтесь дома. До свидания. Дорогие телезрители, мы с вами встретимся завтра в 16.00.